В столице Чувашии продолжается ремонт и благоустройство дворовых территорий. Работы ведутся в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». На этот раз преобразился двор по адресу улица Гражданская, 92, Социалистическая, 13А, Социалистическая, 13-1, Чернышевского, 3. Здесь установлена и обустроена игровая площадка, спортивный комплекс и автомобильные парковки. Заасфальтированы дороги и подъездные пути. Честно говоря, душа радуется, когда мы подходим к этому делу. Во-первых, мы стоим в том месте, где наши детишки будут играть. Я даже посмотрел, даже ребенок упадет, он травму не получит, поскольку здесь вложено таким покрытием, которое не способствует получению шивов различных. Посмотрите, какие замечательные горки. Сейчас, понятное дело, еще озеленение до конца не завершено, будет посажена травка. И я хочу отметить, что молодежь нашего предприятия завода «Мельчапаева» вышла с инициативой посадить деревья. Мы купили эти деревья, посадили, здесь и елочки растут, и пустарник, и березы, и все это будет озеленять именно эту территорию. Эта территория будет совершенно иной. Подключилась к озеленению и команда предприятия. Ведь забота о городе была и остается общим делом. Сегодня хороший день, хорошая акция. Я считаю, что каждый житель нашей великой страны должен подключаться к этому деянию, потому что это важно для нас. Важна экология, важно дети, важно то условие, в которых мы растем, дышим чем. Мы сегодня приехали с командой нашей, у нас приехал человек 10, уже успели посадить деревья. Ну и рады этому явлению на самом деле. Плюс хорошая погода, все это объединяет нас, объединяет нашу страну и нашу команду. В процессе работы понадобилось решить вопрос с подземными коммуникациями. Площадка должна радовать детей и взрослых. Гарантия по контракту составляет 4 года и распространяется на все виды работ. Смертная стоимость проекта почти 20 миллионов рублей, 19 миллионов рублей. И включает в себя детскую площадку, спортивную площадку, порядка 800 квадратов эти площадки. Но по ремонту проездов вы видите, здесь также большой объем, более 4000 квадратных метров ремонта проездов. Существующие тротуары, новые тротуары мы добавили. Более 300 квадратных метров эко-парковок, почти 200 квадратов парковок из асфальта. И будем этот проект дальше дорабатывать. Буквально сегодня мы провели совещание в Горсвете, обсудили количество светильников, в частности по этому проекту, который будет добавлен на существующие опоры уличного освещения. И будет еще светлее. Кроме всего прочего, что мы сейчас видим. Депутат Чебоксарского городского собрания Елена Нестерова отметила, что жители теперь должны очень бережно относиться к новой площадке. Ведь город вкладывает в проекты много сил и средств. Уже весь прошлый год мы понимали, что не приложить здесь усилия, не благоустроить эту территорию, ну просто невозможно. Как бы тяжело это ни было, как бы сложный проект не оказался. То есть выделение денег тоже долго затекалось. Но тем не менее сейчас жители очень рады. Потому что очень проблемный двор, очень. Я говорю, ни разу не заехала, чтобы как-то не поцарапать свой автомобиль, потому что не парковаться нигде нельзя. Тут ходить-то было сложно. Настолько вот территория была проблемная. И как она преобразилась. Конечно, многое зависит от активности самих жителей. Сумма софинансирования составляет 1% о смертной стоимости проекта. Естественно, вижу нашу площадку. У меня окна выходят во двор, неухоженные. Все это было у нас. И сейчас, конечно, очень довольны, что сделали площадку. У меня внуков нет, но я рада за других детей. Теперь у нас тут детские крики. Рада, что дети гуляют на улице, не сидят за компьютерами, не дома. Занимаются тут на площадке. Обустроили, посадили деревья. Вчера сажали, сегодня сажали. Теперь будем за ними смотреть. Так что теперь жители могут проводить время на благоустроенной и безопасной площадке. Особенно это важно для мам и малышей. И покрытие хорошее, и то, что огорожено. Можно присесть с ребенком, смотреть за ними, когда будут подрастать, как они здесь бегают. Все идеально. Нету опасных качелей, тех же самых каруселек, когда ребенок бежит и его может сбить. Все здорово. Вообще здоровская площадка. Все проекты ремонта дворовых территорий непременно обсуждаются с жителями. Ведь сделать город еще более комфортным и уютным мы можем только сообща. Елена Яковлева, Юрий Гурьянов. Жизнь столицы.